Я начинал грузчиком, работал стойлером-станочником, работал бригадиром, работал мастером, начальником цеха, а потом уже директором. В то время производство корпусной мебели на территории Республики Беларусь было в упадке, и я думаю, в этом не прогадали, что мы пошли именно этим путем. У нас идет сдельная оплата труда, поэтому каждый работник заинтересован в том, чтобы сделать максимально больше. Самое основное, что есть, это кадры. Это тот коллектив, который работает на предприятии. Мы находимся в производственном цеху непосредственно. Весь процесс изготовления мебели делится на несколько этапов. То есть, когда сырье, материалы поступают в цех, это либо ДСП, кромка, плея и так далее, после выхода с пилы деталь укладывается на поддон. Дальше это все с контрольной картой перемещается на кромкооблицовочные станки. Когда выходит из них, также все это отмечается, укладывается на поддон, перемещается на следующий этап. Это сверление, позывание, презерование, либо дополнительная клейка в те, которые криволинейные изделия. После этого детали маркируются, укладываются на поддон, обматываются пленкой и уже после завершительного этапа отправляются на участок упаковки. Почти два года назад брестская компания «Анрекс» значительно расширила производство. Тогда на 36 квадратах с нуля запустили цех под номером 2. Раньше это здание принадлежало заводу «Цветотрон». Новый собственник, инвестор из России, генеральный директор фабрики «Анрекс» выкупил объект в предаварийном состоянии. Модернизировать пришлось полностью, вплоть до замены всех коммуникаций и электрики. Сумма вложений около 25 миллионов евро. Задача одна – зарабатывать деньги. Вкладываем в производство, закупаем новое оборудование, строим здания, сооружения и, конечно, улучшаем качество продукта. Сейчас компания – одна из ведущих производителей корпусной мебели в стране. Начиналось все уже чуть более четверти века назад – в 1997. Тогда же фабрика стала резидентом свободной экономической зоны Бреста, получила определенные льготы. Прежде всего, это отсутствие уплаты налога на недвижимость и налога на землю, на той территории, где находится СЭС. И по налогу на прибыль – нулевая процентная остатка для экспортной продукции по сертификатам собственного производства. В то время производство корпусной мебели на территории Республики Беларусь было в упадке, и производители корпусной мебели изготавливали только одно направление. Но так как мы взяли за основу производство корпусной мебели других – это Италия, это Германия – там присутствовало несколько цветовых гамм, другие формы корпусной мебели, более современные, более молодежные. Даже молодежные комплекты мебели, они могли иметь три цветовые гаммы фасадов. То есть это и давало толчок покупателям, выбор большой. И я думаю, в этом не прогадали, о том, что мы пошли именно этим путем. Основной рынок сбыта в 1998 году, в 1999, это был российский рынок, около 99%. Мы снимали помещение, все было в аренде. Но потом мы приобрели в 2001 году здание, сооружение по улице Катенбор, 119, и сделали небольшую фабрику. Там же и станки, и оборудование, и упаковка, и склад готовой продукции. В 2020 году мы опять же приобрели здание, сооружение по улице Карьерной, и сделали новую фабрику. Первый год работы предприятия не было и 50 сотрудников, сегодня более 800. У нас на данный момент уже все работники имеют высокую степень квалификации, так что, по сути, за каждым станком закреплен определенный рабочий вид. Имеются также на определенных участках так называемые настройщики, которые следят за оборудованием, за его настройкой, где-то подсказывают, помогают и также обслуживают. В данный момент я настраиваю станок, пишу программу по чертежу. После я настраиваю станок физически, выставляю сверла, проверяю деталь, как настроил. Раньше я работал на другом немного типе станков, и также работал на этих станках, очень хорошо их знаю. Перевелся из цеха номер один в Катином Бару, и полгода назад я стал настройщиком проходных станков. У меня их около шести. В подчинении ребята работают постоянно, постоянно надо настраивать. Опыт, время, и все само собой пришло. Все станки, они сейчас расположены в так называемых три линии. То есть у нас есть три центра, которые производят распил, далее идут оклеивающие станки, которые громкооплицовочные. После них идет уже сверление, то есть все выстроены в линии. Оборудование здесь высокотехнологичное итальянского и немецкого производителей. Но и даже на этапе становления компании цеха старались оснаститься современными, наиболее эффективными станками. Пришел я подсобным рабочим. Тогда оно еще располагалось по адресу на Янке Купалы. Было три бригады по восемь человек. Через три-четыре месяца стали открываться новые цеха. Это был один цех на Катинборе по производству МДФа. Второй цех был в Тельмах по производству деталей из МДФа. И начиналось, в принципе, с этого. Тогда пришло много очень нового оборудования. Оборудование, как правило, приходило немецкая фирма, которого в Республике Беларусь еще на то время практически нигде не было. И пришлось обучаться этому. Приезжали специалисты из Польши, обучали, как работать на этом оборудовании. Отучился у нас здесь на станочника, на оператора станков. Произошло так, что дальше опять же прошло расширение, и застроился цех в Тельмах, и я перешел туда работать старшим мастером. После чего был там начальником цеха. По сей день это уже прошло где-то около 20 лет, я являюсь начальником цеха. Ну, то одного, то второго. В месяц здесь производят около 40 тысяч серийных деталей. Такое количество выпускаемой продукции позволит обставить не одну сотню квартир и офисов. Налажено все производство так, что всем все понятно, имеются контрольные карты, на них есть технологический путь. Этот станок имеет свойство не только сверлить, но также фрезеровать, и имеет агрегат, который позволяет оклеивать детали криволинейными какими-то формами, либо угловыми и так далее. В принципе, этот станок, можно сказать, заменяет несколько обычных простых. Тот же сверлимный прокатной станок за минуту может просверлить до 50-100 деталей. То есть одновременно сверлится до 200 отверстий. Оборудование позволяет массовые заказы производить в кратчайшие сроки. У нас идет сдельная оплата труда, поэтому каждый работник заинтересован в том, чтобы сделать максимально больше. Процесс отмечают не с легких. Просчитать необходимо буквально все до мелочей. Сейчас конструкторское бюро создает около 10 новых коллекций в год, а за все время их выпущено 79. 10 изделий делаются за две недели. Это средний темп, потому что темпы очень жесткие, клиент не ждет, говорит, мне надо к такой-то дате. Соответственно, мы стараемся всеми силами. Работа очень напряженная и работа коллективная. Создаем эскизы, согласовываем эскизы, обговариваем материалы, фурнитуру, все нюансы, концепцию. Создаются чертежи, схемы укладки инструкции, делаются опытные образцы, осматривается, дорабатывается после этого обязательно. И потом предоставляются образцы для клиента. Если он утверждает, мы ставим на производство и уже сопровождаем в процессе производства, изготовления мебели. Мы все это время сопровождаем производство. Главное, конечно, производство. Мы ему только помогаем. Сырье для производства мебели используют разное, но в основном белорусское. Если брать плитные материалы, это в основном Ивацевичи. Фурнитура тут по-разному. Где-то есть польские производители, где-то китайские, где-то немецкие. Также фурнитуру мы комплектуем у себя. То есть когда-то раньше мы закупали готовые пакеты с фурнитурой под наши изделия, и нам делали сторонние организации. В 2022 году в сравнении с 2021 годом у нас отмечается рост выручки предприятия на 15,5%. В связи с этим предприятие позволяет увеличить заработную плату сотрудников. Вот если сравнивать 2022 год с 2021, то заработная плата сотрудников у нас выросла на 7,5%. В 2022 году внешняя сальда предприятия составила 58,6 миллионов рублей. В 2022 году экспорт увеличился на 28%. За рубеж компания поставляет 80% всей продукции. Со стороны может показаться, что отдел продаж – это такая рутинная работа, что ты просто занят выпиской документов, формированием отгрузки. На самом деле это не так. У нас, можно сказать, творческая работа с таким углубленным подходом, потому что к каждому клиенту свои требования по оформлению заявки, по оформлению отгрузки, соответственно, по оформлению документов. Ты должен четко понимать и соблюдать те правила, которые установлены клиентом. Начиная с 2020 года, конечно, пошли изменения. Пришлось и перестраивать свои направления деятельности. Мы больше стали активно работать на Восток. Это Российская Федерация, Казахстан, Киргизия, Таджикистан – вот эти страны. Тем не менее, остается работа и с Западом, несмотря на то, что возникают периодические вопросы с пересечением границы, с оплатами. Но, тем не менее, западный рынок у нас все равно остается в приоритете. Он занимает более 30%. Здесь я работаю, вот в этом году будет 20 лет. Начинал технологом, ну и вот сейчас занимаю должность заместителя генерального директора по торговле. Компания поменялась, она выросла, и вырос ее потенциал. Если раньше мы меньше занимались конструкторской разработкой, дизайном, маркетингом, то сейчас это все мы делаем, ну и я считаю, профессионально, поскольку и работаем на различных рынках. В среднем прирост идет 15-20% год к году. Прошлый год, я бы сказал, несмотря на то, что он был сложный, тем не менее, для нас он был успешный. То есть у нас прирост был порядка 25%. Этот год начался тоже неплохо. Мы надеемся, что тот же прирост мы достигнем и в этом году. Сложности, они происходят с какой-то периодичностью. Постоянно какие-то новые вызовы, новые изменения, которые требуют каких-то новых, нестандартных решений, новых решений, скажем так. Несмотря на все трудности, в любой ситуации необходимо находить решения, которые помогают справиться с этими обстоятельствами, ну и двигаться вперед, наращивать свои объемы, чтобы компания развивалась и дальше. У нас есть свой транспортный цех, небольшой, около 20 машин. Производственные и складские помещения и логистика составляют более 70 тысяч квадратных метров. Также у нас есть свои площадя в городе Минске. Там имеется магазин фирменный и складские помещения для логистики по Республике Беларусь. Около 20 тысяч квадратных метров. Первоначально, когда мы снимали площадя в 1997-е до 2000-го года, составляли около 4 тысяч квадратных метров цехов. Логистика была отдельно в то время. Скоро здесь планируют открыть еще один цех по производству мягкой мебели. Вот-вот завершат модернизацию. Она тоже в рамках инвестиционного проекта по реконструкции бывших площадей завода «Цветотрон». Основной, конечно, это коллектив. Это условия работы, это социальный пакет, это те условия, которые предлагает нам наниматель. Благоприятная и стабильная психологическая обстановка. Я пришла молодым специалистам, и я благодарна коллегам, с которыми я работала, которые мне помогали, которые меня обучали и давали вклад в мои знания бухгалтерского учета. Самое основное, что есть, это кадры. Это тот коллектив, который работает на предприятии. Молодежь – это основа, это кадры, которые решают все. Если мы не будем иметь у себя на предприятии молодежь и обучать, учить работать, то предприятие через какое-то время, оно станет старым. И кадры должны подбирать таких сотрудников и делать все условия, чтобы наши работники оставались у нас на предприятии и работали долгие годы. Обучать уж точно есть кому. Около 80 человек работают здесь более 20 лет. Многие поднялись по карьерной лестнице вверх с самых низов, изучили кухню фабрики со всех сторон. В компании убеждены, чтобы понимать суть любой деятельности, нужно пройтись по всем ее ступенькам. Я начинал грузчиком, работал стойлером-станочником, работал бригадиром, работал мастером, начальником цеха, а потом уже директором. Так получилось в моей истории или в моей жизни, что я прошел все эти этапы, но никогда об этом не думал, что так будет. Так получалось. Наверное, 90%. Это люди, которые управляют фабрикой, которые раньше работали обычными сотрудниками. Формула успеха в развитии, наверное, и в качестве продукта, и постоянно искать новые рынки сбыта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова